Уважаемые участники 22-й международной выставки Агропродмаш, последние три года мы видим, как динамично развивается выставка, а значит развивается все, что связано с тем продуктом, который она представляет, то есть с нашими линиями, которые работают на качественное продовольствие. Сегодня мы с вами имеем уникальную возможность развивать эту отрасль, имея в виду то, что востребованность к хорошим, качественным линиям, обеспечивающие санитарно-генетическое состояние продукта, повышающие производительность труда, обеспечивающие в целом безопасность производимого продовольствия. Это все сегодня завязано, естественно, на сырье и на урожай. Мы буквально вчера отмечали День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Я хочу еще раз всех нас поздравить с этим праздником большим, тем более у нас есть серьезные успехи, и пожелать нам всем дальнейших успехов уже в 2018 году. Всем, каждому из вас, кто работает на этой выставке, я желаю успеха. Уважаемый товарищ, действительно, мы производим достаточно большое количество сегодня, огромного количества сырья, и производство зернобобовых у нас достигает рекордных сегодня величин. У нас есть и картофель, и овощи. Занимаемся вплотную сегодня производством плодов, винограда, молоко, мясо, технические культуры. Все это требует, естественно, хороших линий и хорошей переработки. Я должен назвать одну цифру, чтобы было понятно, сколько у нас впереди еще с вами дел. Ну, допустим, вот самое элементарное, да, мы гордимся производством зерна, но той же муки всего отправляем за рубеж около 300 тысяч тонн. В несколько раз меньше, чем Украина, которую мы вот с вами понимаем, в каком она состоянии, но она сегодня в этом плане для нас является чуть ли не примером. Мы, как минимум, должны в десятки раз увеличивать вот на этом направлении даже это производство. Я уже не говорю о многих других вопросах, где мы сегодня должны просто революционные динамические процессы получить в нашей реальности. Это все, что связано с переработкой и плодов, и овощей, и переработкой картофеля, и, конечно, и молока, и мяса. Это тоже сырное производство. В целом, я еще и еще раз хочу сказать сегодня возможности у нашей страны уникальные. Министерство, ведомство. О чем мы сегодня говорим? Когда смотрим и радуемся, что в различных наших регионах появилась техника, которая не уступает, сегодня перерабатывающая пищевая техника, которая не уступает сегодня иностранным производителям во многих направлениях. Мы говорим, что это правильно. Когда мы смотрим на мысль наших конструкторов и инженеров, которые обеспечивают многие сегодня линии, и зачастую, когда смотришь, из чего же созданы эти линии, а линии созданы из излов агрегатов иностранного производства, и вот здесь, конечно, появляется ошибка. Наши инженеры могут проектировать, конструировать, а где наши изделия. Вот говорят, нет нержавейки той, которая необходима, другого оборудования. Это все сегодня, безусловно, должно стимулировать в условиях санкций. Наше министерство, ведомство, мне думается, такая выставка или подобные выставки дают еще и еще раз право на заказ и действие нашим соответствующим профильным министерствам. В целом мы еще и еще раз хотим выразить слова благодарности и организаторам выставки, и участникам выставки. Всем хотим пожелать удачных заключений контрактов, больше оптимизма в делах, и у нас все получится. Получилось же у нас сегодня на направлениях сельхозмашиностроения, когда наши комбайны, наши тракторы, прицепные сегодня орудия работают и по качеству не уступают иностранным агрегатам, а по цене в несколько раз ниже. Вот мы хотим в этом ключе иметь достойную конкуренцию, но мы хотим также поприветствовать участников сегодня нашей выставки и иностранной компании, которые работают с нами, которые в некоторых вопросах являются движителями для того, чтобы мы более активно были, более системно были в решении вот тех вопросов и задач, которые связаны с импортозамещением. У нас много вопросов для решений и организационных, и технологических, но мы сегодня уверены, что та поступь, которая сегодня набирает хорошую эффективность, хорошую динамику на направлениях пищевой перерабатывающей промышленности, о чем свидетельствует не только сегодняшняя выставка, но и парламентские слушания, которые мы проводим, и круглые столы по направлениям – это все является тем важным системным элементом, который всеряет в нас уверенность. Всем удачи, добра, выставки, хорошей поступки, результативности. Всех поздравляем с открытием выставки.